всем привет друзья меня зовут андрей ваш к новое видео прямо сейчас а это самый оригинальный комментарий в общем сегодня у нас соло стрит но это будет самый холодный соло стрит выпуск наверное за всю их историю потому что сейчас это плюс 2 плюс 3 градуса и но одет я не по погоде но не суть важно обычно я снимаю либо летом либо в межсезонье но температура там хотя бы плюс 10 сегодня плюс 10 даже не пахнет включаем любимые треки и погнали пишите кстати под какую музыку вы катаетесь в комментарии сейчас я вам покажу первый спот на котором я катался на самокате как раз будем мимо проезжать вот эти две ступеньки это первое место с которого вообще это первое место где вообще прыгнул через что-то на самокате вот на этом фото я учился в анете и когда я уже научился через что-то прыгать я прыгал вот эти ступени вот этот сет по четыре ступеньки в общем вот такие были времена а теперь можем ехать дальше не можешь выбрать себе оригинальный чехол на телефон или например в подарок другу не проблема сейчас я тебе помогу на сайте case place есть множество различных дизайнов чехлов но кроме этого там есть еще и конструктор в котором вы можете создать уникальный чехол именно для себя например именной чехол или чехол с фоткой который вы выберете есть очень много вариантов как вы можете сделать все ограничивается только вашей фантазией просто открываем конструктор где вы можете сделать свой собственный дизайн чехла буквально за пару минут вот например какой чехол я сделал для себя сам он одновременно и именной из фотографий помимо чехлов и можете сделать еще и дизайна внешних аккумуляторов либо же поп сокетов и это будет хорошим подарком близким или просто себе также очень здорово что доставляют заказы куда угодно и есть разные виды доставки ну а теперь небольшой подарок моим подписчикам на экране увидите промокод на скидку в магазин кейс place так что не теряйте времени ищите ссылку в описании на конструктор и создавайте свой уникальный чехол короче ребята запланированная концепция немножечко меняется потому что у нас непредвиденные обстоятельства называется марыч тому же так будет интереснее явно в общем сейчас еду к периле там мы должны с марычем встретиться ребята подписчики мои любимые я честно вам говорю я уже задолбался отвечать на вопросы про эту деку вот реально чего вы так часто про нее спрашивается сколько тресок сколько и так далее я уже задолбался отвечать вот реально ей ну сколько считаете ей где-то третий месяц идет я где-то в середине августа забрал нету трещин пока что я недавно клеил новую шкурку относительно недавно наверно недели две назад там не было ни одной трещины в стакане ну больше нигде нету все остальные места видны в принципе можно уже традицию на канале открывать когда я кого-то жду я рассказываю вам про деку и второй по популярности вопрос который меня уже раздражает сразу после вопроса продать утрат здесь это сверлить что-то мутит 6 какая-то надеюсь вам там слышно нормально а второго просто что поставишь на францкут когда сломается аоска отвечаю я обычно не планирую чего я могу поставить куда типа ну все решаю по факту в зависимости от наличия и так далее и того что мне понравится но сейчас я почти уверен что если воск сломается то я бы хотел поставить себе flower про модельную хромированную которая не помню чья про модель в общем хочу вот ее под пешки поставить он едет душит привет приветствую карила но перила надо врача потому что этот опыт короче проходит и ты забываешь и тебе потом уже начинает быть страшно и а 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 лот и а а м а что-нибудь с Хьюриком сделать? Сделаешь Хурик? Да. Реально? Делаю мотовип на самокате. Мы с Марычем на следующем споте, который вы видели очень давно. Здесь вот такая вот ерунда. Бам-бам. И чтобы сделать майнал, нужно что сделать, Марыч? Надо прыгнуть через нее. А чего не два раза? Потому что не платят столько, чтобы два раза прыгать. Просто на сколько ты отлетаешь. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok У нас пошли беды с башкой. Почему? Потому что мы с Кирилла пробовали брать. Ну не взяли же. Да, все нормально. Оп. Знаете, что меня бесит в катании зимой? Когда, ну вообще на холоде, когда катаешься и тебе тепло, ты держишь в голове контроль над трюком и руль руками. А на холоде ты еще должен держать соплю в носу. Да, 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 кстати. Ты просто прыгаешь и ты такой, пока не приземлишься, типа нельзя. Ты помнишь, как я трех вип с БелЭкс поделал? Типа там же я когда носом об руль хлюкнул, у меня так стоплял. Да, да, да. Не удержал. Да, не удержал. Годный мем, кстати. Да, да. Ну жизненно тупо. Так-так, ребята, значит, тот спот, он очень обманчивый. Он выглядит как детский дропчик для школьника, который там только самокат купил. Но на самом деле это все на-е-ба-дальше. Нас спот обманул, смотри. Да, он нас обманул прям конфет. Не ведитесь, если спот кажется простым, то в нем, вероятно, скорее всего, есть какая-то загвоздка, которая вам помешает. Это как та перила в Молодечнике, которая вроде перила, но она кульнулась потом. А та, которая была сложной, она не упала, ничего, все нормально. Учитывая, что она там приварена была только на две части, а на третью нет. Да, вот с ней все нормально было. Вот этот спот максимально понятный, тут сразу видно, где тебя пытаются на-еба. Не знаю, о чем будем делать дальше. Сейчас здесь покатаемся до полной темноты, а потом, я не знаю, что, либо на освещаемый спот, либо марыш. Спарк. Ну, я в Спарке не горю желанием кататься, на то одна причина. Не потому, что я как-то не люблю или хейчу, скит-парк и магазин конкурента. Это типа меня вообще не волнует, что там есть магазин с деталями, а я катаюсь в другой магазин. Это вообще пофиг. Меня волнует то, что каждый раз, когда я приезжал нормально покататься в Спарке, именно навалить трюков, я уезжал оттуда на скорой. Андрей разбегал обувь, Андрей. Вообще, первый раз приехал кататься туда нормально, уехал с дыркой в башке на скорой. Второй раз поехал снимать инстаклип, все казалось нормально, без травм, но это погрешность. И третий раз опять на скорой, уже с ногой. Вот это три раза, когда я прям нормально приехал покататься, а не просто там посмотреть на кого-то или так по фану почилить. Так что мне просто там стрёмно кататься. Я туда не вмещаюсь, боюсь. Если мы туда и поедем, то в основном снимать я буду марыш. Впрочем, как всегда, я по стенам попрыгаю. Не понял. Нифига, ты их кинул? Это просто смерть была. Жесть. Хочу повтор увидеть. Мы на месте. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажем так, молодые, на улице дубак, кататься холодно, эти бортвисты ваши, дропчики странные, все это уже... На камере как будто ты в носу ковыряешься. Нет, это штука. Приехали мы в спарке все-таки, раскатили тут. Андрей тоже, я не помню, Андрей снимал себя, че нет? Да, я сделал трех ухил. Он сделал трех ухил. Я не снимал. Ну, снимем трех ухил, хочешь? Снимем трех ухил. Я сделал тут пару трюков, попрыгал по стенам чуть-чуть. Я забыл как зумить, Андрей, подожди. Вот теперь точно все. Как сказал уже Марыч, из-за того, что на улице холод, решили все-таки подснять Марыч и трюканом. Вы их уже увидели, так что теперь влог точно подошел к концу. Ссылки на наш инстаграм вы найдете в описании. Вообще все ссылки будут в описании. Не забывайте переходить, ставить лайки, подписываться на канал. И на тикток. Опа, не понял. Ну на тикток ссылок нет. Там все как в инсте, короче. А у меня это, у меня тиктока нету. Ладно, ну ты посоздашь потом, чувак. Ты будешь типа отнекиваться там день, два, год, полтора. Потом все равно создашь. Ты к этому уверен? Да. Чувак, я уже второй ноябрь держусь. Ты о чем? Ну год, я типа тоже держался очень долго. Но потом меня все-таки Антоша прот уговорил. Михей дожал, который говорит, в смысле Андрей, хочешь что-нибудь в тиктоке? У меня уже есть. В итоге я обогнал Михея по подписчикам в тиктоке. Фу. Я не буду тикток создавать. Ладно. Я тебя это, не осуждаю, потому что я осуждаю себя. Вот, правильные слова. Все, всем пока.